Например, я медиком ездить, работать не могу. Что, мне копать улицы, драить бедра? Нет, я хочу нормальную работу. Я могу и хочу работать. Инвалидов много, которые могут делать свои дела, которые могут работать без проблем. Их много. А им просто закрывают двери и не дают работать. Спасибо всем. Средняя пенсия по отношению к прожиточному минимуму сократилась примерно в два раза. Нам говорят, хоть тебе три рубля, им в чем сегодня отказывать. Еще пусть в рабочие местами. Еще в 90-м году у нас 22% инвалидов работали. Сейчас 8%. Со следующего года бывший социальный налог, отчисления в одебюджетные фонды для всех сокращают на 4%. А для нас, как в этом году, повысили на 6%. Так и остаются. Чему это приводит? Потому что труд инвалидов становится неконкурентоспособным. Очень много людей, у которых высшее образование и инвалидность, нафига, извините, никому они не нужны. Вот. Если меня кто-то слышит, они меня поддержат. Пожалуйста, мы есть. И мы хотим работать. И мы можем это делать. Дайте нам работу. Дайте нам работу. Дайте нам работу. Во-первых, власти украли три дня тяжелобольных инвалидов санаторно-курортного лечения. Люди сейчас обращаются с жалобами на это Во-вторых, технически отведили 100% компенсацию за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации Кто лучше у нас знает, какие коляски нам нужны, какие тренажеры нам нужны Почему Минздрав соцразвития считает, что оно знает лучше, чем мы И в-третьих, многие молодые люди сейчас обращаются с тем, что внесена поправка, отменили квоты на высокотехнологичное лечение К нам обратилась молодая девушка, к которой были проведены две операции по замене тазобедренных суставов И теперь ей не дают квоты на то, чтобы заменить коленные суставы Я считаю, что это позор и цинизм, когда премьер-министр России и президент говорят о том, что нужно больше внимания уделять инвалидам И при этом вносятся такие поправки Вообще, я всегда считал, что есть разные типы людей с инвалидностью Есть инвалиды по здоровью, это вот те, часть которых здесь собралась Спасибо всем, кто пришел, друзья Нас мало, но знаете, это тоже симптоматично Это тоже поступок прийти в такой не очень жаркий день сегодня на площади и сказать какие-то слова Но, а есть другая категория, это инвалиды духа Я думаю, что инвалидами духа являются российские чиновники и российские власти А потому я думаю, что инвалиды духа должны уйти на покой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok